Даша, какое твое самое любимое блюдо? Это каша. Каша? Какая каша? Все. Твое самое любимое блюдо? Картошка с мясом. Пюрешка с котлеткой и компот. Когда пробуешь, сразу возвращаешься в детство, вспоминаешь свою школьную столовую. Однако далеко не у всех воспоминания хорошие. В современных же школах подход к питанию более серьезный. Дети, которые учатся в первую смену, у них, если это организованное питание, по-моему, 68 рублей и примерно 80, те, которые обучаются во вторую смену, там уже полный обед. Ежедневное меню и меню на две недели с подробным описанием блюд и их энергетической ценностью прежде всего комбинат школьного питания согласовывает с Роспотребнадзором, а затем с директорами учебных заведений. Примерно, примерно из 30 блюд состоит. Это включая комплексы первый, второй, третий, которые у ребятишек есть, в которой бесплатное питание ребятишки, это начальная школа, и свободный выбор, который ведет старший класс. Меню очень разнообразно, ребятишки довольны, я считаю. Случаев жалоб со стороны родителей и учащихся не было. Мы ежемесячно проводим родительский контроль. Родители всех классов имеют возможность прийти в нашу школьную столовую и провести дегустацию блюд. Моему ребенку нравится питаться в школьной столовой. Я была в комиссии, когда тут детей кормили, нам предоставляли покушать. Было все очень вкусно, горячее. Специалисты подчеркивают, в питании для школьников достаточно серьезные санитарные нормы и правила. Есть перечень из 45 продуктов и блюд, которые нельзя применять. Естественно, мы учитываем пожелания родителей и детей. Например, мы ежегодно проводим опрос о том, что бы вы хотели. И дети высказываются. Естественно, многие говорят, определенные моменты, которые в школьное питание нельзя вносить. Но все, что здравое, это все учитывается, передается руководству комбината школьного питания. Директора школ говорят, большинство учеников питаются организованно, берут комплексные порции, а потому технологи комбината постоянно обновляют меню и следят за предпочтениями детей. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком.